Пришла коробка, коробка, коробка. Размером он примерно 14х14х15. Установил проектор на расстоянии от стены 4 метра. Всем привет! Пришел новый проектор в режиме CC Aurora. Пришел он в такой коробке. Обычная картонная коробка. В ней были защитные пузырчатые вставки снизу, сверху тоже. И убираем. Проектор сам лежал вот в такой коробке. Белое, на которое написано CC Aurora и сжими. Ее тоже можно выбирать. Также в коробке лежали тренога и активные 3D очки. Сам проектор идет в двухферзии и сжими CC, и сжими CC Aurora. Разница в том, что одна китайская это CC, а сжими CC Aurora идет уже международная. Проектор вот такой вот маленький встроенный аккумулятор на 20000. Достаточно мощный. Тестировал, хватает примерно на 3,5-4 часа. Но об этом чуть подробнее попозже. Коробка идет жесткая. Она, грубо говоря, вообще непробиваемая. Внутри лежит такой контейнер, куда ставится сам проектор. Вот так вот потом закрывается. Внутри еще лежал пульт. Мануал, но вообще ни о чем. Ну и сама. Ну и сам про питание. Билка у меня пришла только китайская. Пришлось купить вот такой вот переходник. Он продается во всех электромагазинах. Но было бы лучше, конечно, если бы билка была европейская. Коробка здесь ибо неплохая. Есть отверстие под ручку, в которое здесь идет ремешок. Но очень плохо туда входит. Я не знаю почему. Возможно, из-за того, что я здесь еще и пленку не оторвал. На самом ремешке. Какая-то дополнительно защитная. Вот на двух ремешках, которые шли самим проектом, та же самая пленка. Я не знаю, сдирать или не сдирать. Но я, наверное, обязательно уберу эту дополнительную пленку. Да и вообще непонятно, зачем этот ремешок тоже его нарастучил. Если его таскать с собой, да я его могу и так в руках понести. Переносить? Ну да, может быть, переносить будет удобно. То же самое. Сами решайте, убирать его ремешок или нет. Стоят два динамика. Вставлю картинку по раскладке какие-то динамики. Все, что нашел в интернете. Надеюсь, будет понятно. Шторку опускаем вниз. Вот. Включается проектор. Тоже потом продемонстрирую. Да, по поводу самого бокса. Он действительно неубиваемый. Внутри дополнительной вставки какого-то плотного, я не знаю, какого-то плотного материала. Даже если у вас проектор в этой коробке упадет на землю, когда-то еще у меня падал. Ничего, в принципе, проектору не делается. Ни вне никаких сравнений не остается. Да и сам проектору, и ничего с ним не происходит, потому что коробка действительно жесткая. Хорошо, что вообще ребята придумали, раз проектор переносной, сделать для него такую коробку. Теперь, по поводу, что еще шло в комплекте, это очки. Активные. Вверху кнопка включения, внизу разъем для зарядки. Микро-USB. Ну и тренога. Тренога тоже ее отфильменная. X-GEMY. Достаточно жесткая. Мне тренога очень понравилась. Ее удобно с собой брать, например, если куда-то на презентацию пойдете. Вот тут есть рычажок, его нажимаете, ну и наклоняете, как вам нужно уже сам проектор. У проектора есть вход как раз под треногом. Отверстие вкручивается, и все. Маленькое, удобное. С собой можно брать без проблем. Сначала про пульт расскажу. Пульт миниатюрный. Вставляются две батарейки. Он ничего не заряжается, просто меняются батарейки. Батарейки у меня уже не растели. Я думал, пульт накрылся. Ну нет, это просто силие батарейки. Кнопки включения, ой, кнопки регулировки громкости, назад, домой, кнопки управления, навигации. Это дополнительная кнопка, тоже про нее расскажу. Микрофон, ну и включение-включение самого проектора. Теперь сам проектор. Размером он примерно 14х14х15, ну или на 12 см. Корпус металлический. Внизу, как я уже говорил, есть только вход под штатив. Я так понимаю, что можно поставить не только на штатив, но если есть какое-то дополнительное устройство, которое можно к потолку привесить, привинтить, тоже без проблем. Вход для кабель питания, 2 USB, 1 HDMI, и вход под наушники. Вверху, регулировка громкости, убавление-прибавление, это уже для листания назад, вперед. И эта кнопка Play, Stop, и плюс она еще служит для того, чтобы включать дополнительно его в режим MP3-плеера. Это в том случае, когда вы с телефона кидаете музыку на него, чтобы он сам не работал, а просто именно играла с него музыка. Звук хороший, достойный, тоже покажу дальше. Я думаю, теперь перейдем к самой демонстрации возможности проектора. Так, ну давайте включаем проектор. Выпускаем штурку в низ. У проектора идет автофокус. Меняется положение. Проектор сам фокусируется. Допустим, поставим сейчас. Сам настроит фокус. При включении вас встречать будет сначала такая картинка. где на пульте нужно будет две кнопки нажать кнопку назад и кнопку домой. Пульт нужно будет держать на расстоянии до 10 см от проектора примерно 2-3-5 секунд. Таким образом проектор и пульт сконнектятся. Ну и все, в принципе. Вообще, сейчас в этом видео быстро пробежимся по функционалу, настройкам, качестве изображения. Все по-быстрому. Встречает все обычное. YouTube, браузер, офис, файл менеджер, настройки. Тут дополнительные иконки. Если мы переводим влево, то у нас выводится меню через что? Транслейт через HDMI, через сам проект. Когда подключаем флешку, здесь дополнительно появляется еще флешка. Внизу нажимаем вниз здесь иконки. Добавляется, сейчас покажу. Вот, допустим, вам нужно добавить вниз какую-то иконку. Допустим, вот этот файл менеджер, который я дополнительно уже установил. Нажимаем на лево, лайк. Это все же на пульте. И она, в принципе, вот здесь появляется. Отсюда ее также удаляем. Нажимаем на кнопку ОК. Все удаляем. Нажимаем вверх. Здесь у нас есть подключение Wi-Fi. Я уже подключился к своему телефону. Также Bluetooth. Давайте пройдемся по основным настройкам. Для подключения Wi-Fi. Заходим сюда. Можно здесь выбрать любую сеть. Можно, как я уже показал раньше, наверху. Bluetooth, Miracast, Airplane, Dialan при подключении к компьютеру. Все эти подключения я сделаю дополнительное видео, скорее всего. Настройки звука. Ничего сверхъестественного вообще. Настройки проектора. Здесь выбираются настройки изображения. Я использую стандартные. Здесь выбирается положение экрана. Перевернутое. Если проектор находится за экраном. Если, наверное, находится проектор за экраном и он еще и перевернутый. Это автоматический фокус. Включить. Включить или выключить. Данная функция искажение трапеции. И таким образом, куда бы вы проектор не поставили, можно поставить сбоку, сверху, снизу, экрана. Можно будет подкорректировать картинку. Чтобы перейти к другому углу, нужно нажать кнопку ОК. и таким же образом все корректировать. Картинка уже подстроится под ваш экран. Это настройки зума. Здесь 16 на 9, 16 на 10. Также можно уменьшить картинку до 100. Очень хорошая функция, когда у вас, например, проектор стоит в стене достаточно близко, например, 2 метра. Ну и диван также стоит. Например, картинка вот такого размера, но не всегда удобно смотреть. У меня проектор дома находится на расстоянии 2-3 метра. И я его делаю на уменьшение 100%. Также можно и по вертикали уменьшить. По горизонтали. Это настройки вентилятора. На данный момент стоит авто. Проектор, в принципе, вообще не слышно. У него звук примерно как у моего ноутбука. Даже тише. Но можно сделать принудительно. Так, проектор вообще не слышно. Ну и скорость евре-десят и скорость и вот звук. Не очень почему-то понимая зачем такая градация, но у меня стоит всегда на авто. Дополнительные настройки. Это идет выбор клавиатуры. Я уже установил дополнительную. Как раз вот эту клавиатуру, куда я дополнительно установил еще и русскую раскладку. Так как на стандартной клавиатуре пока русской раскладки нету. Я списался с продавцом. Отправил ему кучу вопросов. Он сказал, что отправил это производителю и в ближайшее время будет решать эти вопросы. Здесь у нас идет выбор фоновых картинок. Я использую стандартные. Эти настройки у нас язык. Стоит английский. Есть русский. Но мне русский не очень нравится. Он, конечно, нормально переводит. Но я использую английскую. Языки здесь идут. Английский, немецкий, русский, французский, португальский, испанский, итальянский. В этих настройках идет обновление системы. Можете онлайн, нажимаете, проектор обновляется. Я уже обновил один раз. Теперь это сброс. Сброс заводских настроек. Сам уже сбросил раз 15, потому что устанавливал очень разные много приложений. А пока файлы также пытался установить Play Market, приходилось сбрасывать до ноля. информация о системе. В проектах CC Aurora на Android 5.1.1. 1 гигабайт оперативной памяти. Сколько внутренней памяти. В данном случае температура 52 градуса. Я думаю, вы сами сможете поговорить о своих настройках. По запросу ничего страшного не будет происходить, если что-то лишнее нажмете, всегда можно будет вернуться назад. Office, файловый менеджер. При заходе файлового менеджера у нас показывается, всегда если нажимаем, то появляется все, что у нас есть на внутренней памяти самого проектора. Здесь мы можем добавить дополнительное устройство. Также, если мы подключаем флешку, то она также здесь отображается. Здесь у нас показано, что на проекторе видео, музыка, фотографии, документы. В данном менеджере показаны приложения, которые установлены на проектор. Они отсюда не открываются, они только отсюда удаляются или останавливаются. Это электронная инструкция. Все картинки я обязательно сохраню и под видео оставлю ссылку, где можно будет их скачать. Это на тот случай, если у вас XJMTSC, китайская версия. В данном случае это вам очень поможет разобраться с самим проектором. Потому что в вашем случае все будет здесь по-китайски. Ничего будет непонятно. Метод МТК, не знаю, получится, не получится. Эта инструкция как раз под подключением того, что проектор можно сделать как Bluetooth-колонкой и вывести на него аудиофайлы с телефона. как раз нужно будет зажимать вот эту кнопку на проекторе. Таким образом проектор становится Bluetooth-колонкой. Девайс контрол подключение по Wi-Fi видео, видео-плеер как раз по дополнительным настройкам по видео. Это как раз инструкция по подключению к дополнительным устройств этого же ноутбука. не особо понятно, но я дополнительно сделаю видео как раз про все подключения как телефон сконнектить, как ноутбук, что-то еще дополнительное. Чтобы смотреть какие приложения изначально у вас были открыты на проекторе, зажимаете кнопку домой и ждете. Появляется ряд окошек, что мы уже открывали. Их можно отсюда убирать. Нажимая на стрелки влево или вправо, также можно нажать на очистку. Таким образом они сами автоматически все уберутся. Это приложение как раз для того, чтобы сконнектиться с телефоном. Справа внизу фотографируем карпот. Я это делал на айфоне, на айпаде, на андроид телефоне. Фотографируешь, ничего не получается. Я просто заходил в Play Market или в App Store и там просто набирал режиме и таким уже образом скачивал приложение. И вот в принципе для чего оно нужно. На телефоне выбирайте данное приложение, оно у вас контактится с проектором. Здесь представлено все то же самое, что и на пульте. Плюс здесь идет Market, менеджер, фото, видео, музыка, настройки. В данном случае заходите в Market и уже устанавливаете все приложения, которые вам предлагаются. Опять же, предлагается на Market, который китайский. также здесь можно сделать тачпад и появляется в данном случае мышка. Покопайтесь, сами разберетесь. Но плюс все равно я еще сделаю дополнительное видео. Выбираете фото таким образом, что у вас на планшете, нажимаете сюда и он покажет уже фотографии на проекторе. В видео все то же самое. Но по видео очень долго. Проще, например, не таким образом видео сделать, запустить. Также нужно набирать Connect с проектором. Но он очень долго это делает. Даже показывать не буду. Но лично сам я этим приложением не особо пользуюсь. По поводу с китайского маркета вот эта иконка Актоит ТВ. Здесь тоже есть куча всяких приложений. Но мы в основном привыкли к Android Маркету. Но Android Маркета здесь нет. Я пробовал сюда поставить, не получилось. Потому что здесь даже нет Google Play сервиса. Play Market не встал. Пробовал, ставил и Play сервис, и Google Market ничего не входило. Ставили около 4 версии. Ни одна из них не заработала. Таким образом пришлось APK файлы закачивать на флешку, втыкать ее в проектор и уже отсюда устанавливать. Но для того, чтобы опять же установить все эти приложения APK-шные, нужно установить вот этот дополнительный файловый менеджер. Вот этот файловый менеджер я как раз установил через китайский маркет. Зашел в китайский маркет, набрал манагер, высвечивал это приложение, установил его. И таким образом заходим в это приложение. Показано уже, какие я приложения установил. Это русская клавиатура. Как это все устанавливать и пользоваться этим файловым менеджером, я обязательно сделаю видео. Опять же говорю, с продавцом списались, он сказал, что на все вопросы производители попытаются ответить в ближайшее время. Я надеюсь, до старта продаж, а это будет 2018 году, в январе или февраля, я постараюсь обязательно сделать видео, где я покажу, как все устанавливать и подключать. Ну и плюс, я надеюсь, что сам производитель все-таки допилит. Потому что, например, это же русская клавиатура, ее изначально не было. До этого момента стояла клавиатура только на английском. Очень удобная, крупная, но она только на английском языке. На русский и на другие языки не переключается. Я установил дополнительную клавиатуру как раз вот через этот файловый менеджер уже. Она мелкая, но все равно все такое видно. Плюс, она переключается на русский. Эта клавиатура была уже поставлена, по-моему, седьмая, потому что до этого клавиатуры сколько я поставил, ни одна клавиатура с пульта не работала. Если вы найдете какие-то другие клавиатуры, они будут намного удобнее, то будет здорово, если оставите ссылки в комментариях. Данная клавиатура мне вообще помог найти Владимир. У него китайская версия проектора весь измучился, но все же разобрался. Скидывал мне пока файлы дополнительные, тестировали. Этот же файловый менеджер он мне посоветовал, за что спасибо большое. По функционалу наверное все. Единственное, что еще при зажатии кнопки, сейчас покажу. При зажатии данной кнопки выскакят дополнительные настройки. Настройка видео, но ее используешь, когда просмотришь само видео. Настройка картинки, фокусировка, 3D, которая тоже используется во время просмотра видео, ну и настройки самой проекции. Коррекция проекции, настройки изображения. Стандартное, перевернутое, уменьшение картинки. Опять же здесь зумировать. Да, еще забыл. Внизу на пульте есть решечок. Если у нас влево, то регулировка громкости. Если мы переведем вправо, то у нас идет настройка фокусировки. Сначала она происходит автоматически, потом вы можете вручную, отфокусировать, как вам хочется. У меня она стоит на автоматической. По поводу фокусировки. Включаешь проектор, фокусировка настроилась, но в течение минут 10 фокусировка сбивается, проектор не понимает. Видимо, нагревается лампа, об этом мне, кстати, тоже сказал Владимир. Я подумал, что у меня проекторы увеличены. Но, видимо, действительно, нагреваются лампы. И нужно в дополнительный раз еще настроить фокусировку. Ну, по основному функционалу, я думаю, все. Если есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. Обязательно буду делать дополнительное видео, где будут также, если у вас будут какие-то вопросы, я на них отвечу. Если это будут какие-то короткие, то я буду выкладывать в группу ВК. Ссылка на группу оставлю в описании. Но, если наберется вопросов очень много, то сделаю плюс еще дополнительное видео, где все покажу и расскажу. Сейчас еще покажу YouTube. YouTube пользоваться с пультом удобно, но дополнительную мышку не нужно подключать. Качество картинки для 720. Достаточно хорошие, я считаю. Звуки из данного проектора тоже достаточно очень хорошие. Сейчас продемонстрирую. Есть даже басы. Пультом достаточно удобно пользоваться на YouTube. Единственное, нет возможности вбить свой аккаунт именно во встроенном YouTube. Но со временем он запоминает все, что вы просматривали и подстраиваясь под вас. Но плохо, что нет возможности вбить свой аккаунт. Вот вебраузером с пультом пользоваться неудобно. Можно без проблем выбрать вкладки. Но для того, чтобы вбивать текст или серфить интернет вообще, то без мышки тут никак не обойтись. Офисные документы тоже без проблем все открываются, по крайней мере, те, которые я пробовал. Например, PDF-ные файлы. Если что, для презентации, то, думаю, хорошо. Нужно будет устанавливать какие-то дополнительные приложения. Все листается, все читается. По качеству картинки сейчас покажу по текстовому файлу. Текст тоже очень хорошо читается. Сейчас увеличу. По функционалу, наверное, в принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Обязательно буду делать видео дополнительно. Буду все это учитывать. Сейчас перейдем к качеству картинки. Буду запускать разные видеоролики, тестовые картинки. Немножко перестрою фокус. Напоминаю, расстояние от проектора до стены у нас получается 2 метра. Картинка по диагонали получилась примерно 205 сантиметров. Запускаем флешку. Запущу сначала тестовые картинки. Сейчас, наверное, выключу свет, чтобы было более наглядно. А когда буду спускать видео, так же включу свет, потом выключу свет. Контрастность, здесь, я считаю, хорошая. Светопередача тоже хорошая. Резкость тоже хорошая. Никакие углы не замылены. По центру, по углам все четко. Давайте сейчас приближим. Посмотрите. Хорошо читается уже 14-й шрифт. 12-й читается, но так себе. Но 14-й шрифт уже читается хорошо. Сейчас включу тестовое видео. Стандартные фрукты. В HD качество со звуком есть в HD без звука. Сейчас включу HD, потом в HD есть небольшая разница. На данном проекторе это заметно. Разрешение у проектора родной оптической 1280 на 720. В HD он тоже тянет. Но картинка почему-то поприятнее. Даже не знаю, почему. Так же заявлено у данного проектора, что он тянет файлы 4К. Я его сейчас запущу. Сначала тестовый файл 720, потому что у меня 4К есть точно такой же. Покажу разницу. Это просто в HD качестве. То же самое видео, только уже в 4К. Картинка вроде бы круче показывает. Но в некоторых сценах вот в данном случае может быть на камеру не видно, но есть какая-то слабая-слабая рябь. Сейчас еще найду один момент. 4К тянет без тормозов. Да, вот в этом месте на зелени была слабая. Картинка очень сочная, цвета насыщенные, яркие, мне нравится. Но с Владимиром, которым переписывались, у которого китайская версия данного проекта, у него также есть проектор Бенкви, на котором он настроил цвета, чтобы были более естественные. И он сказал, что при сравнении Бенкви и к жиме, цвета на их жиме показались чересчур яркие, возможно, даже пережженные. И когда он настроил на их жиме цвета, как и на Бенкви, то от аккумулятора он у него проработал 4 часа и потратил батарею на 50%. Соответственно, я думаю, что на батарее может проработать в принципе и 7 часов. Но опять же, на батарее вы когда будете использовать? Наверное, в случае, когда вы уезжаете кому-либо в офис для демонстрации, презентации или чего-либо еще, или фильм будете смотреть в поездках, возможно, там будет освещение не такое, возможность освещения сделать низкое, то в любом случае, скорее всего, нужно будет смотреть при стандартном стройке, потому что я вывозил его почти каждый день в течение двух недель на работу, а у меня нельзя там сделать так, чтобы было темно, потому что и за компьютером с этим работаем, я включал при стандартных настройках. Ну, вот он отработал у меня три с половиной, один раз, второй раз четыре часа. Соответственно, и в офисе вы тоже будете использовать, скорее всего, стандартные настройки, потому что они выдают максимально яркие, яркие контрастные цвета. Сейчас еще покажу, как подключаю планшет к проектору и дублирую картинку. В принципе, особо тормозов я не вижу каких-то, но цветопередачи, конечно, уже идут не так. Включу браузер, браузер тоже без проблем все можно просматривать. Еще запущу игрушку. Да, звук тоже в данном случае идет на проектор, с планшета. Я устанавливал игрушку сюда асфальт 8, видимо, то ли из-за динамики, то ли из-за чего он все-таки подтормаживается с планшета. Асфальт 8 я устанавливал на проектор. Есть небольшие задержки, но не сказать, что сильные. Каких-то влагов нет, не замечаю. В простых игрушках нет. Все идет достаточно плавно и хорошо. Вообще, я не думаю, что стоит играть с планшета, на проекте выводить. Так можно действительно побаловаться. А вот, если, например, подключить компьютер в геноут, еще и руль подключить или приставку, то я думаю, что будет шикарно. В принципе, еще раз повторюсь, пишите вопросы или какие-то пожелания, что еще сделать нужно, что еще нужно продемонстрировать на данном проекте какой-то, может быть, функционал, на который, может быть, я просто не в курсе. Вообще, я данный проектор взял для того, чтобы его таскать везде с собой. Но он свои функции выполняет очень хорошо. Я плюс еще возьму экран, куплю 50 дюймов переносной, который можно как повесить, так и поставить. И, кстати, его тоже продемонстрирую с этим проектором, насколько это будет хорошо. Сейчас я вам еще покажу, как он показывает на расстоянии 4 метров от стены. При включенном свете и при выключенном. Так, он вот установил проектор на расстоянии от стены 4 метра. Включен свет в комнате. Картинка по диагонали получилась примерно 4 метра 20 сантиметров, а 4,15. Сейчас выключу свет, посмотрите, как полный темнотик показывает. настройки стандартные. По-моему, картинка четкая. В темноте смотреть очень даже хорошо. Мне нравится. Есть еще фотография, как я брал проектор на улице и картинку выводил на дом. Стоял от дома на расстоянии примерно 9 метров, картинка получилась 9-10 метров по диагонали. Если, например, устраивает кемитиарр на улице, то почему бы нет? Такие размеры, как на дом или, например, при расстоянии 4 метров, то лучше, конечно, в полной темноте. Будет хороший кемитиарр. Итак, выйдет еще пару роликов, где я буду полностью рассказывать про то, как что подключать к проектору, что работает, что не работает, будет ли какое-то обновление по поводу того, что добавится сервис в маркет, ну, соответственно, и плей маркет. Плюс еще я сделаю видео, как раз если куплю экран 50 дюймов переносной, который можно как ставить, так и ешать. Также я попробую продемонстрировать в офисе. Насколько яркая картинка, для того, чтобы без проблем показывать презентации на каких-то деловых встречах. Ну, в принципе, все. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!